Приветствую вас, братья и сестры. По милосердию и любви Господней Бог хранил нас до этого дня, и мы снова смогли вместе с вами собраться в Доме Божьем для того, чтобы прославить Его и услышать Его Слово. Сегодня мы будем читать и размышлять на текстом Священного Писания, который раскрывает нам характер Господа. Также мы посмотрим на то, что это значит для нас, как для христиан. Предлагаю открыть Псалом 84, и мы прочитаем с вами весь Псалом, но сконцентрируем наше внимание на стихах 12 и 13. Начальнику хора на геовском орудии корейовых сынов Псалом. Как вожделено жилище Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть мое восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо. Где положить птенцов своих? У алтарей Твоих, Господи, сил! Царь мой и Бог мой! Блаженны, живущие в Доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого в сердце стезе направлено к Тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Приходит от силы в силу, является пред Богом на Сионе. Господи, Божий, сил! Услышь молитву мою, внемли, Боже, Яковлев! Боже, защитник наш, приникни и презри на лицо помазанника Твоего. Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи сил, блажен человек, уповающий на Тебя. Тема моей проповеди «Восторг Бога». В прочитанных нами стихах мы можем заметить, как сыны Кореевы в этом псалме восхищаются жилищем Господа. Обратите также внимание, как во втором и в третьем стихах они изливают свою душу перед ним. В четвертом стихе они взывают, что «Ты Господи сил, Ты Бог мой, Ты Царь мой». В пятом стихе они говорят «Блаженны живущие в Доме Твоем». Сыны Кореевы в этом псалме выражают свой восторг Богом и Его храмом. Видно, что их душа очень сильно прилипла к Богу. Очевидно, что они не только находят свое утешение в Нем, но также они радуются тому, что могут находиться в Его служении, в Его храме. Итак, возникают некоторые вопросы. Почему сыны Кореевы восторгаются Богом? Почему они находят утешение в Нем? Почему Его храм для них так очень дорог? В этом псалме мы находим пять характеристик Бога, которые побуждают сынов Кореевых прилепиться к Нему. Итак, давайте посмотрим и найти характеристики Бога. Во-первых, Господь есть Солнце. Как вы думаете, почему авторы этого псалма сравнивают Бога с Солнцем? Солнце, что это такое? Возможно, вам известны некоторые факты о Солнце. На протяжении многих лет исследования этой огромной и важной для нашей жизни звезды ученые узнали многое и пришли к интересным выводам, что Солнце – это горячая звезда, необходимая для нашей жизни на этой Земле. Она дает нам жизнь и греет нас. Солнце – это очень огромная звезда. Масса этой огромной звезды составляет примерно 99,86% от массы всей Солнечной системы. Другими словами, Солнце является самой тяжелой звездой по сравнению с другими звездами в нашей Солнечной системе. Солнце состоит преимущественно из гелия и водорода и не имеет твердой поверхности. Температура солнечного ядра составляет примерно 15 миллионов градусов. Температура на его поверхности составляет примерно 5,5 тысяч градусов. У Солнца, как у любой звезды, есть своя атмосфера. Ее верхняя граница уходит далеко за орбиту Плутона. Гравитация, то есть притяжение на этой звезде, примерно в 28 раз превышает гравитацию Земли. Магнитное поле Солнца всего лишь вдвое сильнее магнитного поля Земли. Достаточно интересно, что на Солнце воды куда больше, чем на Земле. Существующие в виде парамолекул воды сконцентрированы в основном в солнечных пятнах и в узком слое под поверхностью звезды. Солнечный ветер распространяется от Солнца со скоростью 450 километров в секунду. И, наконец, каждую секунду Солнце сжигает около 700 миллионов тонн своего вещества. Но это еще не все. Я перечислил только некоторые факты о нашем Солнце. Почему для нас это важно? На самом деле, если сравнить Бога с Солнцем, тем более, что Библия называет Бога с Солнцем правды, то между Богом и Солнцем есть много параллелей. Точно так же, как и жизнь без Солнца на Земле невозможна, так же без Бога нет жизни. Он является источником жизни. Он контролирует жизнь. Он контролирует всю Вселенную. Точно так же, как Солнце является горячей звездой, точно так же Библия часто сравнивает Бога с огнем поедающим. Мы с вами очень любим тепло. Как Солнце греет нас, так же Бог согревает нас Своей любовью. Мы также сказали о том, что Солнце – это огромная звезда по сравнению с другими Солнцами, а звездами в нашей Солнечной системе. И если сказать о Боге, то Бог – самый огромный во всей Вселенной. Больше, чем Бог, ничего не существует. Точно так же, как Солнце дает свет, Бог является и нашим светом. Он освещает нам путь через Своё Слово, куда и как мы должны идти. Вот почему сыны Кореевы говорят о том, что «Ибо Господь Бог есть Солнце». Но и не только это. Во-вторых, сыны Кореевы говорят, что Бог есть щит. Почему щит? Почему Господь является щитом? Щит на самом деле военное время играет очень важную роль, и роль его незаменима. Благодаря щиту можно отразить все стрелы, благодаря щиту можно сохранить жизнь воина. Щит сохраняет жизненно важные органы от стрел врага. И если выйти на войну без щита, то есть большая опасность, что в первую минуту сражения ты погибнешь. Вот почему сыны Кореевы спрашивают Господа, сравнивают Господа с щитом. Точно так же, как щит защищает войны на войне, так же нас Господь защищает своих детей на войне с врагом душ человеческих. То есть, если у меня есть щит, я в безопасности. Псалопевцы говорят, что в Боге моя безопасность. Бог охраняет меня, тем более, что Божий щит куда гораздо надежнее человеческого щита. Вот почему сыны Кореевы говорят, что Бог мой щит. Может быть, сегодня кто-то далек от Бога. Вы поспешите к Нему, и для этого есть серьезная причина. Бог и станет и вашим щитом. Но не только это. Господь не только солнце, Господь не только щит. Третье. Господь также является источником благодати. Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать. 12 стих. Что это такое? Что значит Господь дает благодать? Благодать – это незаслуженная милость. Господь дарует нам дарует эту милость, которую мы не заслужили. На самом деле, мы заслужили порицание и смерть из-за того, что мы родились грешниками. Но благодаря благодати Господа мир сегодня живет и существует. Благодаря благодати сегодня мы проснулись. Благодаря Его благодати мир сегодня увидел солнце, которому Бог повелевает восходить над злыми и добрыми. Солнце взошло не потому, что мы хорошие или сделали что-то хорошее, но из-за того, что наш Бог есть Бог благодати. Он дарует человечеству свою благодать каждый день, каждый час, каждую секунду. Когда мы сегодня встали утром, мы позавтракали. Люди часто думают так, что если у них есть еда на столе, это значит, что они очень хорошо поработали и постарались. С одной стороны, это так, но с другой стороны, если бы Господь не дал нам силы, здоровье, работу и так далее, то тогда все наши старания были бы просто напрасны. А поскольку у нас все это есть, это Божья заслуга, это Божья благодать. Также мы сегодня пришли не пешком на собрание, мы приехали на машинах. В этом тоже есть Божья благодать. Вот автор поэтому говорит, что лучше быть с Богом, лучше быть в Его храме, лучше поклоняться Ему, лучше Ему служить, потому что Бог есть солнце, щит и дарующий благодать. Но и не только это. В-четвертых, Бог дающий славу. О чем идет речь? Конечно же, мы не должны искать славы здесь на земле. Мы не должны искать, мы должны искать живого Бога, Его святости, Его помощи, Его защиты. Но в конечном итоге Библия обещает славу всем ходящим непорочностям. То есть, когда мы встретимся с Богом на небесах, Господь обещает через Своё Слово, что Он наделит всех ходящих в непорочности славой. Церковь будет разделять славу с Иисусом Христом. Но это еще не все. В-пятых, Господь есть сила. Мы прочитали с вами в 13 стихе «Господи сил». Этими словами автор хочет показать, что вся сила у Бога. Говоря о том, что Господь сил, сны Кореевы подчеркивают мысль, что именно Господь самый сильный. Нет никого и ничего сильнее Бога. Пять раз в этом псалме авторы отмечают этот факт. Второй стих. «Как вожделены жилища Твои, Господи, сил». Четвертый стих. «И птичка находит тебе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил, Царь мой и Бог мой». Девятый стих. «Господи, Божий сил, услышь молитву мою, внемли Божий и Акаблев». Десятый стих. «Божий защитник наш». Здесь не сказано, что Бог сил, но говорят о том, что Он защитник, предполагается, что у Него есть сила. Только тот, кто выходит на защиту, имеет силу. Слабый этого не может сделать. Далее, в тринадцатом стихе. «Господи, сил, блажен человек, уповающий на Тебя». Вот почему сыны Кореевы уповают на Бога. Вот почему они пришли к Нему. Вот почему они любят Его храм. Вот почему они восторгаются Богом. Читая этот Псалом, мы увидели с вами все эти причины, которые помогали сынам Кореевым приблизиться к Богу и полюбить Его больше всего на свете. Я повторю, все эти причины мы будем с вами молиться. Первое. Для них Бог есть солнце. Второе. Бог есть щит. Третье. Бог, дарующий благодать. Четвертое. Бог, наделяющий славой. И последнее. Бог есть Бог сил. Пусть Господь поможет нам дорожить с таким Богом, любить Его, уповать на Него, ходить в непорочности, служить Ему и поклоняться Ему. Аминь. Давайте помолимся. Аминь.